Приветствую вас, аноним. Вы описываете проблематику неуверенности в себе, ревности, страха соотварной и преувеличенного внимания к интимной сфере взаимодействий людей. Вот. Плюс здесь есть некая такая нерациональная немножко тенденция быть единственной для своего молодого человека и, наверное, требование от молодого человека быть единственным для вас. Вот. Это всё, в общем-то, происсякает из страхов, из определённой такой тревожности, обесценивающей тенденции, вот. Из-за того, что вы сомневаетесь в себе, вы сомневаетесь в своей ценности, в своей привлекательности для человека, да. Вот. И, в общем-то, как бы проблема, она решается, вот. Но она решается через восстановление, скажем так, здоровых, гармоничных, в первую очередь, представлений о себе. Вот. Второе, это уравновешивание различных сфер отношений, потому что, если у вас, например, ранее был опыт измены, да, ну, не обязательно прямо у вас, может быть, у кого-то из ваших близких, может быть, вашей семье, может быть, ваших родителей, был такой опыт, вот, то, естественно, вас это травмировало. Вполне вероятно, что самому сексу вы придаёте чрезмерное значение, опять же, всего ряда причин и так далее, да. Вот. Но тут момент какой, что, вот, молодой человек вам рассказывал все истории, рассказывал довольно подробно. Ну, и очень понятно, для чего он это делал, да. То есть, ну, одно дело, если вы, там, его распрашивали и... хотели, чтобы он вам все рассказал, но он вам рассказал это один момент, другой момент, если он сам это рассказал. Если он вам рассказал это сам, то я бы здесь поднял вопрос о том, какого молодого человека вы выбрали себе, в принципе. То есть, что это за молодой человек, который рассказывает за всех подробностях его прошлых отношениях. Какое-то, мне кажется, несколько специфично. Вот. Дальше. У вас эти сцены стоят перед глазами. В каком контексте? Вы говорите, что хочу расстаться с молодым человеком. Расстаться из-за чего? Какая лично ваша причина для расстаться? Именно ваша? Вот именно вы расстаться до чего хотите с молодым человеком? В контексте этих сцены. Я уверен, что вы достаточно легко ответите на этот вопрос. Там уже будет понятно, в каком направлении вам работать. Вот. Может быть, мужчина сознательно или, скорее всего, безсознательно ведет себя как-то, что подкрепляет ваши страхи и сомнения. Безусловно, это не определяющий фактор, но подкорректировать этот момент тоже можно, если, например, вместе, вы вместе со своим партнером обратитесь к психологу и поработаете уже вместе. Вот. Может быть, не западают некоторые моральные ценности. Ну, просто вот, моральные ценности, некоторые не западают. Тогда нужно решить уже, что делать с этим, потому что, ну, как бы, это может стать достаточно серьезным противоречием и достаточно серьезной конфликтной основой. Дальше. Пока я не собирался отношения строить с человеком, пишите вы, а мы просто общались, он мне рассказывал о предыдущих отношениях. В общем, в довольно интимных подробностях. Смотрите, опять же, вы были друзья или что? Это все равно специфичная история, когда человек рассказывает в специ... в довольно интимных подробностях, в довольно интимных подробностях просто свои отношения. Довольно... это специфичный момент. Дальше. Сейчас вместе два года. Смотрите, Надя, а здесь момент какой? Вы говорите, что вас, ну, вот, мягко говоря, как-то то ли не то задело, не то расстроило, да, не понравилось то, что молодой человек вам рассказывал. Притом, что рассказывал он, когда мы были не в отношениях еще. Далее, вы делаете выбор в пользу того, чтобы с ним в отношения вступить, но про эти моменты вы не забываете. Не кажется ли вам, что здесь есть противоречия? Некоторые. Дальше. Я помню в деталях всего рассказа, это очень мешает нашим отношениям. Чем? Чем мешает? Чем? Чем? Я все время держу это в голове. Я все время держу в голове эту сцену, про которую я рассказывал. Это похоже на навязчивые мысли. Нужно поисследовать, что за ними скрывается, за навязчивыми мыслями. Сейчас нет, нет, да, может что-то вспомнится опять, но нужно посмотреть, что именно наталкивает вас на воспоминания об этом. Мне это мешает вплоть до того, что готова расстаться, так, наверное, что смогу это забыть. Что именно мешает вам это забыть? При условии, что я его люблю, что вы вкладываете в любовь? Любовь это принятие. Это безусловно полное принятие человека. Поскольку вы не можете принять его прошлое, возникает вопрос задома, принимаете ли вы его? И если вы его не принимаете, то здесь речь не о любви. Точнее не только о любви, здесь речь о чем-то еще. Он говорит, что глупо расставаться из-за этого. Как вы считаете? Я считаю, что из-за этого люди расстаться не могут. И я считаю, что можно придумать тысячи причин, из-за которых люди расстаются. Это может быть одна из причин, но люди расстаются не из-за этого. Глупо не глупо, это вообще немножечко не в тему. Повторюсь, если вы не уверены в себе, и если вы в отношениях не потому что хотите сделать своего мужчину счастливым, а почему-то другому, вот. И мужчина вам этого не дает, то да, вы расстанетесь. Но вы расстанетесь не из-за этого, не из-за вот этой истории. Хотя, опять же, из-за чего именно расставаться, я так и не понял. Можно ли проработать данную ситуацию в моей голове или отношения обречены? Можно. Можно проработать. Проработать можно. Чувствую, когда мы вдвоем в моей голове, мы вдвоем чувствуем с его девушками, вы конкурируете с его девушками, вы боретесь за первое место. Вопрос в том, как для вас это становится возможным. Вы понимаете? То есть, каким образом вы приходите к сравниванию себя с ними? Это раз. Два. Не потому ли вы с молодым человеком, что хотите доказать, что лучше этих девушек? Потому что, ну типа, вы выбираете мужчину, который рассказывал вам про свои отношения в интимных подробностях. Вы выбираете этого мужчину, вы с ним вступаете в отношения и при этом не принимаете то, что он вам говорит, а отвергаете и отторгаете это. Значит, должна быть какая-то ваша личная заинтересованность в том, чтобы с этим мужчиной быть. Вот. Так что, вероятно, вот для меня это похоже на то, что вы приняли вызов, вот, и сейчас боретесь, ведете борьбу в этой битве с этими девушками, вот. Чтобы доказать себе, что вы, ну не знаю, что вы достойны, что вы не хуже. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.